Приветствую вас в очередном модуле видеокурса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами поговорим про видео файлы как добавлять на сайт что с ним можно делать вот пример играет сейчас видеоролик с моего проекта да как будто вот в таком симпатичном монитор чеки здесь похожая ситуация как из аудиофайл ну давайте рассмотрим это в нашей программе adobe h-animate создаем проект 800 на 480 в папке с уроком вы найдете необходимые материалы выделяем их 4 штуки видеофайл и картинки и просто также перетягиваем на рабочую область обратите внимание выделяем только вот видеофайл он у нас 1280 на 720 большой пока опустим вниз и выстроим наши картинки задний вот этот серый план он такого же размера 800 на 480 выстраиваем его ровненько выстраиваем наш монитор и у нас тут еще есть такая картиночка вот обратите внимание как бы блик на экране если хотите его использовать он симпатично смотрится ну а теперь наш видеофайл зажатым шифтом тянем за крайний маркер таким образом уменьшаем размер и подгоним под наш монитор сразу хочу предупредить используя видеофайлы таким образом где-то на вашем сайте старайтесь выбирать небольшого размера и желательно оптимизированное видео чтобы она немного весело так давайте прибавим и чуть-чуть за ползуночки потянем итак видим что блик он лежит не на том месте его перекрывает видеофайл поэтому мы его переносим на самый верх так давайте выделим наше видео и посмотрим в левую часть нашей программы здесь похожая ситуация как из аудио файлами здесь также имеется управление звуком также есть авто play также есть лук как в аудиоплеер до зацикливание видео и вот здесь у видео можно включить контроль панель если мы поставим здесь птичку controls и мы видим у нас внизу появилась панель управлений мы получаем вот такой симпатичную картиночку также здесь можно управлять и делать на весь экран и вот смотрите и такой момент почему я не могу кликнуть как думаете то есть этот квадратик открывает на весь экран наше видео во всю ширину браузер да не могу управлять вот звуком а все потому что сверху вот эта картиночка блик вот она она перекрывает видите ее рамки наш плеер это очень легко можно в данном случае исправить выбираем инструмент клип пинту и вот здесь середину за маркер чуть-чуть подтягиваем вверх чтобы только вот освободить для плеера да то есть она не будет ее больше перекрывать контур enter и смотрим что теперь я могу управлять и делать на весь экран это можно использовать например вы делаете какую-то страничку также вот видео продающие например страница какая-нибудь также можно использовать ну давайте добавим немного интерактивности наши вот этой штуки сделаем так чтобы монитор например выскакивал слева и как только выскочит автоматически начинал проигрывать видео для этого выделяем выделяем наш монитор видео наш блик правой кнопкой мыши и группировать и нашей группе задаем эффект ставим пин двигаем наш ползунок нет в этом случае двигаем сам пин а это все хозяйство зажатым шифтом например влево так он вот так у нас вы выехал давайте дадим какую-нибудь интересную анимацию так нет ну-ка например вот такую смотрите например наш монитор выехал и как например сделал так если мы хотим чтобы сразу после этого у нас видео заиграло раскрываем группу кликаем по видео ползунок в конце анимации и вот здесь вот внизу также есть плюсик play переходим в браузер обновляем страницу у нас красивенько выезжает плеер играет видео иногда бывает полезным сделать так чтобы нельзя было управлять нашим видео да убираем галочку control панель и у нас видео выезжает и нельзя нам управлять ну в некоторых случаях на продающих страницах так делают бывает это нужным чтобы вы знали даже вот немножко отодвинем чтобы он немножко с задержкой выскакивал вот таким вот образом все у нас работает ну еще как пример мы хотим сделать чтобы вот так выскакивала видео и начинал играть по нажатию кнопки например давайте быстренько рисуем кнопочку даем ей какой-нибудь цвет даем ей текст так даем белый центр также сделаем группу выровнять текст чуть-чуть так у нас видео вылетает самом начале мы поставим стоп здесь ставим лейбл и на нашу кнопочку вешаем действие действие по клику например так у нас не получится для этого мы ставим группу видео в символ заходим силу убедимся что у нас тут все работает единственно что нам теперь заново здесь надо поставить стоп в начале кадра выходим из символа здесь триггер мы можем удалить соответственно лейбл здесь тоже удаляем так и у нас тоже надо лейбл здесь поставить если мы сейчас посмотрим в браузере у нас видео не выскакивает да и по нажатию на кнопку ничего не происходит ставим пальчик и ставим как действие так здесь удаляем если у вас тут что-то было play play stage и у нас появляется здесь символ один два раза кликаем и уже знакомое для вас действие и идем в браузер итак пробуем нажимать на кнопку видео у нас все сработало по нажатию на кнопку видео у нас вылетело и автоматически начало проигрываться на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем